Спонсор выпуска Генофарм. Выбор чемпионов. Гормон роста, премиум качества. Привет, друзья! Сегодняшний выпуск посвящен парню по имени Лоренцо Беккер. Подписчики мне давно просили сделать выпуск о нем, и сегодня, наконец, пришло время это сделать. Яркий парень, был очень массивным уже в подростковом возрасте. Вы наверняка видели фотографии с ним, ну а если нет, тем более предлагаю вам посмотреть этот выпуск. Итак, Лоренцо Беккер. Рост 174 см, вес 115 кг. Это французский бодибилдер, родился он в городе Тулуза в 1994 году. Заниматься спортом начал в 14 лет и сразу поставил себе цель, профессионально выступая в бодибилдинге. Изначально Лоренцо тренировался под руководством тренера Патрика Асталани, которому удалось вложить в юного спортсмена основную базу. Несмотря на отсутствие у Лоренцо дисциплины и самоконтроля, из-за которой они все-таки в конечном итоге вынуждены были расстаться. Помимо этого, у Лоренцо также бывали проблемы с полицией, которые привели к неоднократным срывам выступлений на престижных международных турнирах, в том числе и на Арнольд-классе. На одном из Арнольдов ему все-таки удалось выступить, однако результат был не очень. Он занял одно из последних мест и объяснил это потекшим гримом. Такой несерьезный подход к спортивной карьере не мог остаться незамеченным, и в итоге Лоренцо лишился спонсора, которым тогда выступала компания Black Protein. В 2014 году Лоренцо Беккер сделал открытое заявление о том, что постоянно употребляет анаболические стероиды. Однако позже сам же отказался от своих слов, объяснив это тем, что пытался таким образом просто пропиарить себя и привлечь внимание к своей персоне. Из наиболее весомых достижений призовое место на национальных турнирах NPC IFBB среди юниоров. Также 2014 год запомнился для Лоренцо тем, что он стал участником громкого скандала с избиением своей девушки и последовавшей после этого драки с полицией, которая закончилась для него двумя сломанными ребрами. После чего последовала еще одна травма. Не закончив процесс восстановления, Лоренцо вернулся в тренировочный режим, что, конечно же, не прошло бесследно. Когда он выполнял присед со штангой, он получил повторный перелом ребра. В общем, скандальный парень. В 2015 году он активно старается восстановиться после травм, снова набрать форму и подготовиться к соревнованиям, рассказывая об этом на своем YouTube-канале. Тем не менее, Лоренцо не является суперизвестным. В Instagram у него даже не набралось еще 10 тысяч фолловеров, что, в общем-то, логично. Ведь всего там у него 40 постов. Хотя, в то же время, его очень часто обсуждают на мировых билдерских формах. В 2011 году он взорвал их просто своей формой, будучи 19-летним парнем с таким большим объемом мышечной массы. Его обсуждали очень многие. И им заинтересовались. Однако, на данный момент он не так часто делится своими новостями. Тем не менее, какую-никакую информацию он выкладывает, по которой видно, что в своих объемах он совсем не сбавляет. Более того, буквально недавно он показал видео о своей 300-килограммовой тяге. Будет интересно посмотреть на следующий соревновательный старт Лоренцо. Но теперь все-таки скажу отдельно несколько слов по тем скандалам, которые упоминал выше, потому что это немаловажные вещи, скажем так. Он избил свою бывшую, якобы потому что почувствовал себя брошенным. Об этом писали во многих статьях местных газет. Там же было написано, что он нейтрализовал 20 полицейских, ранил трех из них. В результате чего было расследование, после которого последовал приговор на 10 месяцев условного заключения. Как писали тогда в тех же статьях, он был из неблагополучной семьи, где мать была наркоманкой, проституткой, а отец алкоголиком. В результате чего Лоренцо отдали в возрасте 7 месяцев в приемную семью. Он пытался стать профессиональным футболистом, но что-то там не срослось. И в 14 лет он окончательно и сразу осознанно пришел в бодибилдинг. Что касается Ютуба. Там почти 90 тысяч подписчиков. Из интересного он выкладывал там путь к Арнольду в 2015 году. И в последнем видео из этого цикла толкнул пафосную речь с ответами на вопросы. Там он говорил о том, что хочет окончательно уйти от медийности. Его достали хейтеры. Он перестал верить в спонсорство. И говорил всем, чтобы тоже никто не верил. В общем, он собирался начать новую, прекрасную, свободную о соцсетях жизнь. Потому что до этого момента его жизнь была, как он сам выразился, дерьмо. Ну, следующее после этого видео, оно же последнее, четырехмесячной давности, посвящено как раз этой новой жизни. Смотрите на меня нового, свободного, свободного от хейтеров человека, который начал с чистого листа и теперь может делать все так, как он этого хочет. И в общем, дальше длинная тирада. На этом все, друзья. Такая вот получилась довольно противоречивая, не очень, может даже мотивирующая история. Но, тем не менее, вам был интересен давно этот персонаж. И я вам о нем рассказал так, как есть. Поэтому прошу дизы мне не лепить за, может, какое-то негативное восприятие конкретно этого человека, оценивать нашу работу. В общем, это был канал Спортфазы Перезагрузка. Подписывайтесь и рассказывайте друзьям. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok